29 июня 2017 года в ходе судебного заседания по делу политических заключенных Омурбека Тикибаева и Дущона Чутонова был допрошен главный свидетель обвинения российский гражданин Леонид Маевский. Мы решили остановиться лишь на некоторых моментах его допроса, которые вызвали у стороны защиты резонные сомнения и неотвеченные вопросы. Так господин Маевский в своих показаниях показал, а позже и подтвердил, что в июле 2010 года деньги в сумме 300 тысяч долларов США привез вместе с ними его сотрудник Сергей Кутуков. На что Омурбеком Тикибаевым, свидетелю Маевскому, были предъявлены так называемые пассажирские манифесты прилета в аэропорт Манас, приобщенные следователями ГКНБ к материалам уголовного дела, согласно которых господин Кутуков прилетал в Кыргызскую республику всего один раз, а именно 13 мая 2010 года. Вы сегодня заявили, что 300 тысяч долларов вы лично не привезли, а провел через страну Кутуков. Кутуков Сергей, да? Кутуков Сергей Александрович. Еще раз повторите. Кутуков Сергей Александрович. Оказывается, есть очень замечательные документы, называется загрузочная ведомость, сводная загрузочная ведомость, пассажирский манифест называет. И там у нас в уголовном деле есть все перелеты, ваши перелеты, Модина и мои перелеты по воздушному вороту Монаха. Кутуков Сергей прилетел в Кыргызстан всего один раз. Был, да. Один раз, 13 мая. А вы говорите, в конце июля он прилетел с деньгами. Вот. Ну да, и что дальше? Чтоб только вы умрете? Да. И нас рассмотрят на меня. И тут должен убедиться в вашем качестве. В каком качестве? Что Кутуков здесь не был в июле месяце, что ли? Да, вот. Ну вы проверьте. Ну дальше что? Вон еще, еще раз момент, и в июле он тоже был. Проверьте гостиницу, он проживал вместе с вами. Еще момент такой, проверьте, проверьте, вопрос такой. Есть, 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 есть манифесты. Еще раз момент, ваша честь. Это не я писал, следователи писали. Ваша честь. На что свидетель Маевский сразу же изменил свои показания и заявил, что его сотрудник Сергей Кутуков, оказывается, не прилетал вместе с ним, а поехал сначала в Казахстан, а потом прибыл в Кыргызстан. Но каким именно видом транспорта и как он прошел границу, ему неизвестно. Никакого разногласия в этом деле нет. Значит, мы вылетали, за деньги отвечал Кутуков, за деньги отвечал Кутуков, и деньги провозил Кутуков. Только полет Кутуков был, проверьте по декларациям, значит, он летел, я не помню, или через... Он ехал в Казахстан, он ехал в Казахстан, как раз для того, чтобы собеседовать людей... Ехал в Казахстан для того, чтобы собеседовать людей и на ряд должностей. И мы с ним все встретились здесь, в Кыргызстане. Как он проехал, естественно, что он со мной в одном самолете не летел. Мы здесь с ним встретились. Это подтверждается всеми вопросами и всеми вещами. Да это Господи. В связи с чем адвокатам стороны защиты был задан резонный вопрос. Как тогда может господин Маевский прокомментировать показания самого господина Кутукова, которые он дал следователям Федеральной службы безопасности Российской Федерации в рамках оказания ими правовой помощи сотрудникам ГКНБ Кыргызстана. В этих показаниях Сергей Кутуков заявил, что ему ничего не известно о провозе и передаче вышеуказанных 300 тысяч долларов. Наши следователи не полетились и поехали в Москву. Где был проведен допрос Кутукова? Допрос был проведен 7 апреля. Допрашивал Кутукова, старший следователь следственной службы ОПСБ России по городу Москве в Московской области, капитан юстиции Макрай. Присутствует следователя по особо важным делам следственного управления ГКНБ Кыргызской республики Мадам Бекова. Там Кутукову задавались такие вопросы. Покажите, требовали ли должностные лица Кыргызстанской республики Умаевского или его представители лично, либо через доверенных лиц передачи им денежных средств? В положительном случае покажите подробно об указанных обстоятельствах. Кутуков ответил, требовали ли должностные лица Кыргызстанской республики Умаевского или его представители лично, либо через доверенных передачи им денежных средств? Мне неизвестно. Дальше Кутуков вопрос задает. Покажите, передавались ли Маевским либо его представителям денежные средства должностным лицам Трюбийской республики или их представителям. В положительном случае покажите подробно об указанных обстоятельствах. Отвечает, передавались ли Маевским либо представителям денежные средства должностным лицам Трюбийской республики или их представителям, неизвестным. Потом следующий вопрос Куцкова задает. Покажите, на каких условиях Маевским были переданы денежные средства, предназначенные должностным лицам Трюбийской республики? Ответ такой. На каких условиях Маевским были переданы денежные средства предназначен должностным улицам Туркестской республики, мне неизвестно. Это показания Кутукова, что вы можете пояснить. Маевский в ответ лишь сослался на совесть самого Кутукова. Я могу сказать одну вещь, какую-то на его совести. Он у меня не работает уже порядка шести лет. Что интересно, ранее в своих показаниях и дальнейших заявлениях в суде, второй свидетель обвинения, господин Модин, заявлял, что деньги в сумме 300 тысяч долларов ему передал сам господин Маевский. Потом Маевский все-таки принял решение за внешнее управление в компанию, за Альфа Телеком заплатить миллион долларов, поскольку, по его соображению, это было достаточно выгодно, чем нанимать внешний финансовый аудит, который примерно стоит таких же денег, но просто гораздо дольше по срокам. И Маевский, в принципе, согласился, насколько я знаю, выплатить вот этот миллион. И в очередную встречу, которая состоялась в конце июля 2010 года, в Маевский прилетает в Бишкек и привозит с собой 300 тысяч долларов. Он также останавливается в гостинице «Хаят», передает мне эти деньги на хранение, сообщает, что это первый транш в рамках миллиона долларов, с которым договорился Эстекибаря. Вот, я эти деньги забираю себе на хранение, вот, и мы через какое-то время тоже, он встречается, Маевский встречается с Эстекибарем. Так кто же все-таки передавал эти деньги? И были ли эти деньги вообще? Другое противоречие, возникающее из показаний свидетелей обвинения, также дает защите основания сомневаться в их правдивости и объективности. Так, в своих первоначальных показаниях свидетели Маевский и Модин утверждали, что вечером 13 мая 2010 года они встречались с Омурбеком Текибаевым и Дущойным Чутоновым в ресторане отеля «Хаят». Эти показания свидетель Маевский дал три раза, а Модин два раза. Цитирую показания свидетеля Маевского, данных им 21 февраля 2017 года. «Я уехал в гостиницу вместе с Модиным и Дущон нас провожал. И, значит, приехали в гостиницу». Омурбек занимался какими-то своими делами в доме правительства. И было, наверное, где-то часиков светло, я помню. Мы часиков 18, наверное. В начале 7-го он приехал к нам в гостиницу вместе с Дущоном. И мы сели разговаривать. И мы сели разговаривать, значит, о приватизации, о судьбе, значит, как это все сделать. Конец цитаты. Однако в марте 2017 года свидетели Маевский с Модиным изменили свои показания и стали утверждать, что 13 мая 2010 года они встречались с Омурбеком Тикибаевым не в ресторане отеля «Хаят», а в этно-ресторане «Супара». Вчера на судебном заседании на вопрос адвоката о причинах изменения своих показаний Леонид Маевский заявил, что ранее данные им показания также правдивы и не противоречат показаниям, данными им позже. Так как вечерняя встреча в ресторане отеля «Хаят» с Тикибаевым чотонами все-таки была. А после нее они якобы поехали в этно-ресторан «Супара», где пробыли около полутора-двух часов. 18-го, в 7-го он приехал ко мне в гостиницу вместе с Дущим. Мы сели разговаривать. И мы сели разговаривать, значит... Ну, вот, в момент такой, значит, мы из гостиницы поехали. Ну, 17-го, на 13-го часа. Однако все эти показания свидетелей Маевского и Модина опровергаются официальной хроникой, которая показывает, что 13-го мая 2010-го года Умурбек Тикибаев целый день принимал участие в официальных мероприятиях, которые подтверждаются, опять же, официальными документами, протоколами, стенограммами, аудио- и видеозаписями. Продолжение следует... Все вышеуказанные, но далеко не единственные противоречия в показаниях свидетелей стороны обвинения дают нам все основания считать их показания и доводы несостоятельными и голословными. Субтитры создавал DimaTorzok